Привет, друзья, меня зовут Сергей Король, я редактор, я знаком со Станиславом Ореховым довольно давно и помогаю ему в некоторых его проектах, но важно отметить, что к Станиславу я отношусь слегка скептически, скептицитически, я стараюсь держать себя немножко подальше от лампы, которая излучает его инфобизнес и все такое. И мы как-то со Станиславом поговорили и решили, что было бы интересно собрать все мои вот эти скептические вопросы, задать ему и посмотреть, как он на эти вопросы ответит. Я ему ни о чем не говорил, никаких вопросов, списков я ему не отгружал, он у нас там не президент и будет неподготовленным отвечать, поэтому постараемся это сделать максимально честно, я сам заинтересован в том, чтобы это выглядело нормально. Так, Станислав, ты готов? Конечно, да, привет, Сергей, и всем зрителям также привет, кому может быть это интересно. Ты можешь сразу начать с того, что ты продашь свой курс какой-нибудь? Нет, сегодня я ничего не буду продавать, продаж сегодня не буду, сегодня будут только покупки. Покупки, ладно, договорились. Слушай, вот такой первый вопрос, Станислав, а ты вот как бы себя как описал бы, ты кто по профессии, по роду деятельности? Слушай, ну так получилось, что в целом я дизайнер, дизайнер интерьеров, то есть творческий и технический человек, ну и плюс еще у меня бизнес в этой теме, поэтому я, начав с профессии, стал немножечко разбираться в эту тему, идти и организовал такую студию. То есть в какой-то момент я занимался и сейчас до сих пор занимаюсь именно производством качественных интерьеров, архитектуры, ну и как хобби дополнительно уже мое личное такое увлечение – это создавать материалы, книги, курсы, конспекты разные и, значит, продавать это все дело, обучать людей. Вот это мое такое хобби, можно так сказать, и основное затея сейчас. Слушай, а вот в точке зрения твоих занятий, и может это немножко звучит распределение доходов, вот тебе обучение, образование больше приносит, чем дизайн? Если смотреть, ну, по цифрам, да, и именно даже не по обороту, а по чистой прибыли, то, конечно, да. Почему? Потому что надо понимать, что всегда бизнес – это работа с несколькими людьми, это не ты один, ты завязан на большое количество людей, и где-то там рентабельность нормальная. Рентабельность нормальная творческого бизнеса – 50%. Вот, соответственно, какие-то деньги ты тратишь на рекламу, какие-то деньги ты тратишь на поддержку, ну, вообще, оборудование, офисы и всего остального, то есть у тебя чистым остается не так много. С этого тебе нужно налоги заплатить, заплатить зарплату людям, ну и так далее. То есть это больше как, получается, такая тема, ну, половину получил, половину отдал. Что касается творчества, что касается, ну, можно сказать, инфобизнеса, да, или образовательных программ, здесь все достаточно интересней, потому что, если ты не даешь рекламу активную, именно такую рекламу очень навязчивую и яркую, да, то к тебе приходит, по сути, так как ты эксперт, и, ну, рентабельность этого бизнеса – 90-95%. То есть практически все, что ты получаешь, ты себе оставляешь. Поэтому в плане, если говорить о… в деньгах, да, побольше, естественно, идет за счет обучения, потому что рентабельность больше, в плане оборота, ну, там, получается, не всегда. То есть бывает так, бывает так. Я понял, хорошо. Слушай, я вот такой вопрос. Вот ты когда себе рассказываешь, ты говоришь, что ты там делал проекты для Аэрофлота, там, помогал строить один из небоскребов Москва-Сити. А вот это кажется, что это все было когда-то давно, а последние, там, несколько лет ты ничем не занимался в дизайне. Ну, как давно. Вот последний проект у нас закончился, было 5 квартир для девелопера, вот буквально, не знаю, месяц назад. Вот, просто я их еще не выкладывал, не афишировал, ну, там, 5, получается, шоурумов мы делали для продажи квартир. К сожалению, ну, вот, кстати, кто-то, если слушает, смотрит нас, мы ищем именно талантливых ребят по описанию проектов. Мы много чего делаем, но, к сожалению, не всегда успеваем, ну, об этом рассказать. Вот, нам нужно это тоже обязательно выкладывать. У меня сейчас накопилось там сколько-то проектов, наверное, проектов 20, которые еще нет на сайте. Просто не успеваем. Ну, вот, руки не доходят, как говорится. Что касается, там, проектов в Москва-Сити, мы не делали башню, естественно, но мы делали там несколько офисов, как бы, ну, центральную зону. Делали большой терминал, переход, когда, ну, это большой действительно проект, переход из метро в соединение с башней. То есть, это такой больше городской, как бы, заказ, получается, нежели, ну, как какие-то частные истории. У нас, ну, разные есть такие истории, когда мы делаем проект, и в момент, когда мы его визуализируем, отдаем уже настройку, этот объект прям покупают. Ну, вот, в Москва-Сити так было, там прям купили целиком офис, компания, ну, просто по итогу. В Сочи так было, когда мы делали Камелия, допустим, есть пятизвездочный отель такой. То есть, в момент, когда мы делали визуализацию, ну, нам потом девелоперы уже сказали, что вот мы сделали ролик, видео, и все раскупили тут же. Поэтому, в принципе, вот такая история. Ясно. То есть, ты продолжаешь заниматься дизайном? Ну, как, я, да, естественно, команда у нас есть. Здесь я участвую по максимуму, я работаю с клиентами топовыми. В основном моя история заключается в том, чтобы заключить договор, наладить там связь, отношения. И дальше я участвую в построении концепции. А так у нас есть команда. Ну, это правильно на самом деле. Потому что если я буду в каждую техническую часть вникать, в которой, кстати, я не так сильно понимаю, как эксперты, которые у нас работают. Ну, то есть, условно, сантехнику должен делать сантехник, чертежи должен делать чертежник, визуализацию должен делать визуализатор. Да, я это все понимаю концептуально, но будет неправильно меня использовать на то, чтобы самому заниматься этим. Слушай, а как так вот, вот когда ты говорил, сказал недавно слово инфобизнес, ты так немножко улыбнулся, немножко хитро, но словно тебя самого это слово смущает и смущает? Меня нет, меня не смущает, но мы работаем в информационном поле, когда люди перенасыщены и, по сути, как стереотипами. Поэтому меня лично ничего не смущает. Я, в принципе, и школу могу назвать, и институт инфобизнесом. Ну, как бы, что такое инфобизнес? Ну, как бы, тут в определении надо понимать, кто что понимает. То есть, общественность понимает это курсы, которые вода водой, ну, такой вот стереотип, да, у людей есть. И, ну, может быть, кстати, он оправдан действительно, вот на это слово идет такое. Вот, и, соответственно, идет негатив вот этих вот успешного успеха. Вот, но если мы говорим в терминологию, да, там, посмотреть, то это продажа информации, информация на самом деле может быть... Я считаю так, что информация, она вообще не сильно нужна и важна. Наоборот, переизбыток может быть даже лишним. А важны именно навыки. И для меня, допустим, то, чем я занимаюсь, это больше внедрение навыков. То есть, когда ты не умел что-то, там, писать, делать визуализацию, делать дизайн, и теперь ты умеешь. Ты не умел продавать, теперь ты умеешь. У тебя не было, допустим, проектов, теперь у тебя есть. Вот это я считаю навыки, и я занимаюсь вот этим. Просто так, ну, как бы, воду лить бессмысленно. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, вот среди твоих учеников, которых ты выпустил в своей школе, много ли из них вообще стали дизайнерами, успешными дизайнерами? Ну, что ты им подразумеваешь под успешностью? Ну, смотри, есть у меня такое вот убеждение какое-то легкое, что вот все это обучение чему-то, это больше даже не про обучение, а про такую психотерапию. Люди приходят к тебе, чтобы прикоснуться к твоему успеху и помечтать о том, что они тоже такими могут быть. И ты это им, типа, статильно продаешь. Ну, это элемент продажи, это естественно. То есть, то, что ты сейчас назвал, это одна из стратегий продаж. Конечно, люди приходят, ну, как бы, если они пойдут непонятно кому, то зачем они к нему пойдут? Естественно, люди тянутся за успехом. Конечно, это показывается, но в любой рекламе, которую ты даешь, даже, не знаю, порошок тает или какой-нибудь любой другой что-то рекламирует, я не знаю, телевизор не смотрю, какой-нибудь йогурт, да, естественно, они говорят, что, типа, мы самые лучшие. Ну, как бы, а как еще? Ну, это иначе тебя никто не увидит. Но дальше я голосую за то, что надо смотреть детали. И, собственно, это самое важное. Ну, чтобы не уходить от темы, да, чтобы с ней не съезжать, я могу сказать так, что у меня есть, значит, люди, которые пользуются моими технологиями, их сотни, можно посмотреть отзывы, результаты, то есть, каждый берет там, что ему нужно. Это и опытные дизайнеры, у нас есть для опытных, и новички, кто только пришел и в эту профессию стал развиваться. Ну, это и компании, которые, ну, не было компаний, и, соответственно, организовали компанию. Разные у них степени успешности, да, как ты можешь сказать. То есть, кто как, кому достаточно, там, два проекта взять, а кто-то организует компанию и, допустим, занимает лидирующее место в городе. То есть, и то, и то. Слушай, а нет у тебя такого, что вот, как часто, ну, я не очень связан с этим рынком образования и обучения, но часто замечаю вот такая штука, что есть несколько у человека курсов, условно, там, начальный, средний, продвинутый. И смысл этих курсов для того, чтобы человек по всем этим прошел. И я однажды даже общался с одним из товарищей, который занимается вот образованием, ну, какой-то мутный совсем. И он говорит, что есть смысл его курса в том, что люди бесконечно не ходили. То есть, они приходят, получают заряд, ощущение того, что у них все получается. Потом они уходят в реальный мир, такие, блин, что-то я не доучился, и снова к нему приходят. У тебя вот такое вообще есть? Скажи честно. Ну, сейчас, давай я вам немножко объясню более подробно. То есть, с точки зрения бизнеса, психологии, это, естественно, важно, да, чтобы человек приходил за добавкой, да, иначе какой смысл, значит, что-то одно продать и типа все понятно. Вот, но с точки зрения, получается, там, что обучить, например, его полностью всему, это можно, ну, то есть, это тоже можно. Тут вопрос, наверное, больше маркетинга, да, чем, ну, именно такой задачи. Сейчас объясню. К примеру, все зависит от того, как я привлекаю людей. Если у меня, допустим, не знаю, какой-то дешевый курс за тысячу рублей, допустим, да, или книга какая-то есть, книгу я продаю, или курс продаю маленький, в нем рассказываю какую-то маленькую историю, задача этого курса, естественно, чтобы человек понял и пошел дальше. То есть, ну, если он просто почитает, дав, если ты ему полностью всю стратегию, он ничего не сделает. Смысл вообще всего обучения мотивирует человека действовать и делать. Я это по себе замечаю, что, там, читаю, там, самую даже умную книжку, я не могу сфокусироваться на каких-то вещах, я в них не верю, я не могу их применить на себе, то есть, я вроде что-то прочитал, что-то интересное узнал, но по факту жизнь моя не изменилась. То есть, смысл в целом курсов, ну, как бы правильных, это присвоение навыка. Поэтому, значит, если человек, у него такая стратегия, да, что он тысячу рублей платит, потом десять тысяч, потом сто тысяч, да? Примерно про это ты говоришь? Не, погоди, у него нет стратегии платить тебе тысячу, десять, тысячи сто. У него есть стратегия научиться чему-то. Вот ты прямо сейчас говоришь сам, смотрите, господа, превращение Станислава в инфобизнесмена, просто срывая покровы. Ты говоришь, типа, ты продаешь им курс за тысячу рублей, которым они ничего не могут научиться в итоге, ну, то есть, а зачем его тогда продавать? У тебя нет какой-то этической дилеммы здесь? Но ты, когда продаешь его, ты говоришь, эта система, в ней ты узнаешь все. То есть, книжку ты прочитал, ну, как бы, ты же не питаешь иллюзии, что по книжке ты, значит, перевернешь мир. Ты узнал чего-то, там, в книжке ты узнал, тебе книжка не гарантирует, что у тебя будут миллионы. Тебе говорят, ты узнаешь все про вышивание крестиком, про фотосессии, еще про что-то. Вот, но чтобы тебе начать снимать, тебе нужно взять фотик, допустим, и пойти в студию снимать. Согласен? Согласен. Вот, книжка – это первый вход, ну, как на конференцию ты сходил, ты узнал вообще в целом, погрузился немножко, это первая часть. Ты можешь, может быть, это вообще не твое, ну, как бы, зачем тебе 100 тысяч тратить или там больше? Зачем тебе полжизни на это тратить? Согласен. Вот, дальше, когда ты узнал, ты говоришь, я хочу, но у меня еще денег нет, я вот еще, я должен проверить, мое это или не мое вообще. Тебе говорят, вот тебе курс за 5-10 тысяч. Значит, там уже будет обратная связь, там уже будут задания, и у тебя будет какой-то навык. Ну, допустим, в моем случае это визуализация, ты научишься делать картинки. Ты научился делать картинки, это 1,20 всего дизайна. Ты уже можешь с этим либо зарабатывать, если хочешь купить этот курс там за месяц, ну, как бы, ты же научился, иди окупай. Либо идти дальше обучаться, ты уже понял, что у меня получается, я иду дальше. Ну, по сути, это нужно, это стратегия, то, что ты называешь, что, типа, условно, такой, ну, я вижу, с твоей стороны немножко с негативом это, это на самом деле нормальная история, чтобы человек не тратил сразу же 100 тысяч. У меня другой подход, у меня нет такой воронки, да, вот условной, у меня подход такой. Мои курсы стоят от 100 до 300 тысяч сразу, и в них идут только те, кто уверен. То есть, я говорю, изучайте, смотрите материалы, смотрите, нужно ли вам это, смотрите видео, насколько я вообще вам подхожу, насколько мои стратегии подходят. Я много выдаю бесплатно. Мне не нужны вот эти тысячи рублей, я не хочу делать, как ты говоришь. Я говорю, вы когда созреете, накупите денег от 100 до 300 тысяч, приходите. И когда ты уже пришел, я говорю, ты точно подумал, что тебе это надо? Он такой, ну, как бы подумал. Я говорю, хорошо, тогда приходи. Гарантии нет, возврата нет. Все, ты решил? Пожалуйста. Если не решил, иди там куда-то еще, собственно, решайся. Ну, вот у меня такая позиция. Погоди, гарантии нет. А вообще в чем, как бы, твоя... Ну, типа, вот ты научил человека, там, условно, за 200 тысяч рублей. Он какого-нибудь из Сирли-Тамака. Он поехал себе обратно домой, Сирли-Тамак, ну, или прям там живет, а у него не получается ничего. И он к тебе приходит, говорит, Станислав, слушай, я у тебя курс прошел, а дизайн-то у меня студия не растет. А ты ему говоришь, слушай, значит, ты плохо учился. Это, типа, так устроено? Не совсем так. Он не может пройти курс, если он не выполняет задания. Чтобы выполнить задания, он должен получить навыки. А чтобы получить навыки, он должен делать упражнения. Чтобы делать упражнения, он должен посмотреть упражнения, зайти, посмотреть, что там говорят. Если ему непонятно задать вопросы, ну, на самом деле, вопрос возникает после того, как он делать начинает. Обычно человек начинает делать, у него не получается, он учится кататься на велосипеде, падает, у него не получается, говорит инструктор, что у меня не так. Ему говорят, ну, ты педаль, ноги поставь на педали. Он такой, окей, понятно. Ставит на педали, едет. Вот так шаг за шагом. это в целом это скучно и неинтересно ну почему потому что хочется сразу же миллионы да и хочется сразу в дамке но такого не бывает не придумали такого чипа до который можно вшить в голову и у тебя получится как бы с одной стороны это хорошо ну потому что есть бизнес такой вот отдельный да как обучающие истории другой стороны плохо да ну как бы если ты загрузился программу но когда придумают наверное будет что-то другое то есть будут именно как на компьютере программы до что-то типа ты выбрал самый лучший загрузил молодец ну слушай если я так все линейно последовательно прям почему ты никакой гарантии не даешь тогда я даю гарантии на мои материалы то есть то что у меня технология работает дальше зависит от человека то есть он либо будет работать либо нет бывает так что человек не работает у него ну как бы он считает как раз таки как ты говоришь что у него задача купить и он думает что в момент покупки он типа стал крутым спецом это примерно по аналогии по этой же модели работают все фитнес-клубы когда ты покупаешь билет за там 120 это 100 тысяч допустим на год типа по 10 тысяч месяц там со скидкой абонемент а потом ходишь два раза и у тебя мотивация падает вот примерно такая же история где курс а ты гарантируешь что ты материала работают типа на твоем примере получается я не то что гарантирую меня написано очень просто что типа гарантии мы не даем не хочешь не ну не приходи потому что ну как я могу давать гарантии короче не хочу с этим завязываться у меня решение принимает сам человек у меня такой у меня подход и я говорю вот ты хочешь покупать покупай не хочешь пожалуйста не надо ну как бы сам взвешивать все аргументы взвешиваю плюсы и минусы я не хочу вообще с этим заниматься решил покупать отлично это твое взрослое решение ты молодец что ты решил или не решил тоже молодец твое дело я говорю просто у нас вот так и показываю как у нас ну у меня такая позиция у многих там коллег кто продает по-другому то есть у многих там типа попробуй начни у них динамика и механика построена следующим образом как раз таки на маленькие на маленькую выкачку денег то есть человек записался то есть есть разные стратегии то есть то что я говорю это не обязательно просто у меня так построено это не хорошо неплохо я вот так решил мне так удобней и удобнее так моим коллегам не коллегам а ученикам да почему потому что ну вот они решились и пошли учиться мне немного соответственно людей у меня не сотни там тысяч учащихся у меня допустим вот моей группе сейчас там по созданию студии у меня 60 человек вот как бы мы с ними работаем мне не нужно там тысячи человек почему мне не нужно потому что я хочу работать один это находится ну вот то что я так хочу работать я не хочу кого-то нанимать себе не хочу большой штат я хочу чтобы мой моя работа она заключалась в том чтобы я был один я был в курсе всего то есть это с одной стороны в том числе и плюс то есть я работаю персонально с каждым большие чеки позволяют мне вкладываться в каждого человека и каждому находить что ему именно поможет то есть такой получать персональный подход хорошо я понял слушай вот такой вопрос давай представим что ты смотришь вот на мне представление инфобизнес это такое обучение бесконечное обучение чему-то курсы мне кажется это имеет негативную коннотацию потому что часто инфобизнесом занимаются люди которые сами ничего не умеют ну типа они пытаются продавать продают людям умение продавать к примеру вот слушай а вот представь что ты сам вот каким вот ты смог как бы повернулся на 180 градусов и смотришь сам вот на этот инфобизнес вот тебе самого чего в этом не нравится волнует тебе еще что бесит вот в этой сфере меня вообще молчу бесит мне кажется когда я что-то бесит и просто что-то не понимаешь ну то есть целом как устроена история ты же не бесишься что там зимой идет снег или ветер дует так устроен мир ничего страшного всегда есть профессионалы возьми любую сферу там возьми сферу там не по бизнеса возьми сферу допустим медицинских услуг да или там любых услуг возьми то есть всегда есть какие-то условно шарлатаны либо недалекие люди или которые хотят денег нажиться побыстрее а всегда есть люди которые ну как бы по призванию работы также и здесь моя задача как ученика если я чему-то хочу научиться по сути провести аналитическую работу и выбрать тренер либо курс то что мне подходит то что будет качественно как мне кажется с долей вероятности с определенной то есть как я это делаю кто-то это делает путем личного бренда вот кто там больше всех кричит тот тип и молодец но как бы это выбор же относится на ответственность самого выбирающего то есть он может выбрать кто-то смотрит читает статьи смотрит материалы допустим ко мне приходят люди ну никак не с большими горящими глазами как ты описываешь да типа там где мои миллионы я вообще миллионы не транслирую я говорю что типа у тебя будет любимая работа и там все остальное зависит от многих факторов но вот и хотя бы погрузишься в тему и сделаешь это системно соответственно ко мне приходят такие люди ты что транслируешь тебе кто те и приходят вот это важная история поэтому давай до отвечая на вопрос собственно я считаю что выбор именно кого-то да эта задача выбирающего мы можем только давать те материалы чем должен выбирать если он не соизволил выбрать но значит он достоин того чего достоин слушай я скажи вот в умении продавать себя свои курсы каково процентное соотношение прям вот полезной информации для человека и всяких продающих фишечек волшебных слов психологических манипуляций ты вот используешь такое как к этому относишься слушай но это тоже зависит от того как ты продаешь если ты можешь чем больше манипуляции и чем больше всяких продающих фишек чем тем менее осознанной аудитории ты соберешь поэтому это стратегия который ты ставишь кто-то продает за две-три тысячи рублей какие-то курсы но тысячами листом сотни тысяч людей и соответственно чем больше манипуляции тем лучше не будет продаваться но просто это так мир устроен вот и наоборот если ты привлекаешь человека у кого которого есть в кармане лишние или нелишние накопленные или который он хочет вложить свое обучение 100 300 тысяч ну как бы он увидит эти системы манипуляции соответственно он не придет вот поэтому тут без манипуляции таких вот условно можно обходиться и но тогда ты обрекаешь себя на то что ты будешь работать с 5 процентами людей нам всей аудитории до которые анализируют вот поэтому это только стратегия если бы я хотел продавать какой-то массовый продукт на большую аудиторию широкую да я бы сделал его качественно чтобы не было за него не стыдно дальше вы использовал там те методы которые значит подходят то есть я не вижу в этом как бы ничего плохого если ты понимаешь как это работает я просто сам так не использую меня не покупают дешевые продукты то есть у меня курсы там за 100 тысяч более покупают больше раз чем я буду пытаться продать какой-то курс за 1000 или за 3000 рублей я пробовал меня не получается мне не покупают дешевые продукты наверное из-за того что как бы есть как вышли в такой статус экспертности ясно тоже а вот если допустим у тебя кончики ученик или ученицы учились на твоих курсах заплатить этом 100 тысяч рублей а потом через два-три месяца приходит тебе снова и говорят слушай отбищу раз хочу ты возьмешь их а что значит еще раз хочу ну типа мне кажется что я типа учет не поняла или там мне нужна твоя поддержка станислав помоги у меня какая логика у меня логика такая что человек если мне заплатил за какой-то навык или за что-то он попадает ко мне навсегда я уже больше денег не беру к примеру что ты хочешь научиться дизайну ты платишь один раз и всю жизнь ты имеешь право задать мне вопросы все обновления ты получаешь бесплатно то есть я с тобой в любом случае общаюсь потому что как бы ты одновременно мой кейс я не хочу чтобы было такого что кто-то сказал вот там я пришла к станиславу он меня не научил по разным причинам потому что она не училась или там он или еще почему-то или отпуск почему-то был но почему-то я не получилось у меня всегда открытый открытый дверь тем кто задает вопросы поэтому у меня учатся там мы по два и по пять лет кому это надо кто-то уже сделал допустим какую-то одну-две квартиры уже приходят мне присылают там планировки на разбор собственно я всегда отвечаю почему это делаю ну потому что я считаю это правильно другой стороны мне это не сложно я в моменте могу отвечать очень быстро мне не нужно нанимать кураторов и что чтобы это делать я отвечаю там два раза в неделю провожу как бы вот такие вот сессии с теми людьми которые с которым я работал то есть у меня пожизненная такая условно ну не гарантия а такая поддержка пока я этим занимаюсь этим занимаюсь так хорошо окей станислав такой вопрос вот недавно книгу написал там действует instagram даже завален репостами людей которые эту книгу счастливы листают кстати зачем ты их репостишь для чего это делаешь ну по сути это реклама когда человек репостит я его репощу ну как бы ну во первых ему тоже там как продвижение да почему нет инстаграм это все считает тот человек который сфоткается за за репост это к нему тоже какая-то аудитория придет так устроен ну как бы инстаграм-движок а правда говоря что ты продаешь книгу с обязательным упоминанием ее в своем инстаграме нет конечно нет это возможность просто можно это сделать а я делаю для чего как каждый раз когда я stories делаю тоже instagram-движок он выводит это в какие-то там тренды или не тренды в общем мне из-за этих stories приходят новые заказы вот и все бесплатно рекламу хорошо вот я книгу полистал у меня вот такой вопрос ты в этой книге не продаешь как мне показалось больше себя не как дизайнера хотя она написана как бы дизайне а себя как коуча ментора преподавателя учителя ты зачем так делаешь тебя теперь как бы обучение важнее дизайна стало получается да да я сейчас хочу выйти на новую для себя нишу то есть я считаю есть некие как бы эпохи можно так сказать либо некие градации когда ты проходишь какую-то стадию там своей жизни идешь куда идти дальше тебе всегда интересно то есть первая моя стадия была стадия профессионала когда я сам работал руками вторая моя стадия была стадия там визуализации когда я делал картинки третье это дизайн новая профессия четвертое это получается уже компанию создал дальше как когда мне становится все понятно в этой теме в целом да как системная быстренько раскладываю набирая все ячейки я иду дальше следующая стадия для меня была но вот интересный вот это вот писательский опыт у меня просто было нет это интересно вот дальше продажа и дальше уже я думаю куда идти дальше соответственно я хочу сейчас использовать свои навыки наработки которые у меня появились за то время когда я создавал дизайнерскую компанию использовать других сферах вот мне сейчас важно выйти не только с дизайна ассоциироваться но и в целом с человеком который может системно разложить любую творческую сферу и передавать навыки а ты точно можешь разложить вот тебя тебе человека у него там багетная мастерская ты точно вам поможешь ему да конечно я сейчас провожу консультации я сейчас провожу как раз консультации по этой теме и ко мне приходят разные люди какие-то по знакомству там бесплатно кто-то платно в общем меня можно заказать консультацию я разбираю любую тему я умею создавать продукт не то что создавать за них я могу последовательно показать как им сделать перепаковать его так что можно его этот продукт будет продать мне там за 10000 да там за 500 например это возможно в любой теме я умею это делать могу научить продавать в общем все навыки которые у меня есть 7 основных навыков я могу передать и человек тогда становится если он их потихонечку будет развивать себе у него будет все такие же навыки как и у меня слушай вот у меня есть знакомый валера и если валера смотрит наши виде валера привет ну ты вряд ли это делаешь у него есть такая поговорка он говорит что типа я она грубая на попытаюсь и вежливо сказать чтобы никого не обидеть но консультант хуже плохого человека вот почему потому что ты вот тебе приходят люди у них есть работающий бизнес он как-то более-менее работает ну хоть хоть как-то ты его начинаешь переупаковывать переобучать перестраивать им всю компанию они говорят все спасибо замечательно ты уходишь а спустя полгода бизнес у них разрушается потому что тот продукт который ты придумал и то как ты его перепаковал он не работает и они к тебе приходят и снесла в как так а ты пишешь слушать а я же не мог за вас ваш бизнес вести это ваши проблемы это чё ты как это так у тебя устроено но вопрос хорошая естественно я как рекомендую всегда делать когда человек добился чего-то какого-то результата да он уже значит как как-то разбирается в этой теме какой-то эксперт я всегда говорю что чтобы у вас работала в системно построить бизнес нуля нужен новые навыки новые по сути придется перестроить все что что есть невозможно то есть не то что невозможно нельзя когда ты сложно скажем так когда ты одновременно и работаешь и пытайся что-то перестроить например ты едешь на машине даю там колесо колол ты же остановишься чтобы его накачать да они на ходу будешь пытаться что-то делать но ты сейчас оперируешь такими довольно объективными вещами ну типа как ты прошлый раз говорил про порошок тает но порошок точно стирает я же уверен что там не мука. Колесо точно проколотое, я точно могу его починить. Но ты же входишь в сферу неопределенности, когда говоришь о чужом бизнесе, нет? Все верно. Поэтому есть дальнейшее, то, к чему я хотел привести, к тому, что я рекомендую всегда. Я, во-первых, предупреждаю, что так будет, что я могу по своему опыту сказать, когда я перестраивал свою компанию, мне пришлось уволить всех сотрудников и нанять потом новых, потому что те, которые были, они были не способны работать по той системе, которую мы выстроили. Ну, просто были другие психотипы людей. Что я говорю? Если тебе важна именно твоя тема, которая сейчас работает, если ты не готов там все порушить, например, да, и внедрить, я рекомендую ее оставить, как есть. Просто параллельно начни строить новую компанию, по сути, правильно уже. Вот. И в какой-то момент, то есть ты будешь заниматься, ты будешь строить компанию, ты сделаешь какой-то продукт небольшой, он пойдет, ты уже наймешь туда людей. В чем смысл построения системной компании? В том, что ты делаешь ее не привязанной к себе. То есть, если ты все сделал правильно по моей методике, твое участие там не нужно будет. Тебе нужно будет только прописать правила, даже не то, что прописать, взять готовые, адаптировать их под себя. Нанять людей, которые будут работать по этой схеме. Ты можешь в это время либо работать в своей компании, как в предыдущем варианте, когда ты там управлял все, ну, в общем, все делал, а здесь будет у тебя отдельная история рабочая. Поэтому не хочешь рисковать, не рискуй, а если ты хочешь полностью закрыть то, что есть, и начать заново, ну, значит, начинай. Об этом я предупреждаю, что так будет. Я как раз свой пример об этом рассказываю. Мне пришлось всю компанию поменять, всех людей. Ничего страшного, у меня остался один человек, там, два со мной. Окей, три там, ну, не более. То есть, ну, всех остальных поменяли. И ничего страшного в этом нет. У тебя поменялась история, ты поменял подход. Я считаю, этот подход, я был и там, и там, хаотичный подход и системный гораздо лучше. Когда у тебя есть выходные, когда ты можешь работать с кем хочешь, когда у тебя есть возможность там удаленно это все делать. Мы же в офисе сидели, у нас было два офиса. Сейчас у нас вот только вот этот офис один, один. Остальное у нас удаленная работа. Прекрасно. Я не хочу вот ни с кем как бы общаться, хочу там делать свою работу, и чтобы люди также делали свою работу. Просто люди не выдерживают твои сотрудники твоего инфобизнеса и не сидят с тобой в одном офисе. Признайся, это так. Так, а в инфобизнесе-то я один. Я говорю про дизайн сейчас. Слушай, а вот, ну, я понял тебя, в принципе, этот ответ меня удовлетворил, но вот давай смоделируем ситуацию, что ты помогал, например, условным владельцам багетной мастерской, перестраивать их бизнес системно, и спустя полгода они приходят тебе и говорят, слушай, Станислав, мы пытались переехать на системные рельсы, а у нас типа все рухнуло. Типа, и что ты им скажешь в ответ? Ну, что значит рухнуло? Во-первых, все, что такое все? Продажи упали вообще, не получается. Продажи упали, да, ну вопрос-то какой? Типа, ты поможешь им, как бы, или ты скажешь, типа, ребята, я уже не несу ответственности за это? Во-первых, я ответственности не несу изначально, ну, то есть, глупо передавать ответственность кому-то за 100 тысяч рублей или там за 300, то есть, давай 3 миллиона, я буду партнером управляющим, и что-то, может быть, мы сделаем, и то, опять же, без ответственности. То есть, это такая наивно полагать, что ты кому-то нужен. С чего люди вообще взяли, что они кому-то нужны? И типа кто-то будет их там коучить и заниматься их жизнью за 100, 200, 300 тысяч рублей. Да никто это делать не будет, у каждого своя жизнь, зачем мне там заниматься кем-то, ну, то есть, по-хорошему. Это я так занимаюсь, просто мне это интересно, ну, как бы вот так. По сути, если ты хочешь передать ответственность, то это партнерские отношения, то есть, они должны убедить меня, что мне выгодно ими заниматься плотно и серьезно, я возьму там с них 3 миллиона, допустим, ну, возможно, если я увижу у них потенциал и буду как-то развивать, тогда ответственность это будет на мне, ну, допустим. Вот, когда человек покупает обучение, я ему даю стратегию, я ему даю вот эту всю историю. Дальше, если он делает, он может всегда спросить, я же об этом тебе и говорил, что у человека ни раз и не получилось, значит, он может взять и потом через полгода прийти. Ну, кто виноват, что через полгода пришел? То есть, если у тебя продажи падают, они у тебя не в момент падают, они у тебя падают там каждую неделю. Значит, приходи, спрашивай, узнавай, я никому не отказываю, в этом-то смысл. Я говорю, если у тебя что-то не получается, приходи тут же, звони, пиши, я помогу, ну, то есть, что не так? Ну, ответственность на человеке, не на мне. Я понял, окей. А вот ты говоришь, что системность – это когда бизнес отвязывается от личности своего основателя. А вот студия Станислава Орехова, вот ты сейчас возьмешь, не знаю, уедешь на Бали жить, она же типа выживет без тебя. Ну, прям, ты отойдешь вообще от дел, не будешь вообще заниматься. Ну, вообще, может быть, я что-то забыл, но, по-моему, я такого не говорил, что системность – это когда от личности отвязаны. Это две разные истории. Системность… Ну, от своего основателя, как бы, твоя компания, твои, как бы, с тобой не связаны напрямую, нет? Не, правильно тебя понял? Это разные вещи, то есть название, допустим, да, и участие собственника в работе. Собственник, если участвует в работе, ну, к примеру, да, что это значит? Это значит, что я участвую в разработке систем, в запуске новых продуктов, там, привлечении клиентов, то есть моей работой является создание системы и соединение, допустим, отдела производства с отделом маркетинга. Это два разных отдела, допустим, да, они не связаны никак. Если я их свяжу, то, ну, собственно, они смогут сами работать с моей задачей как раз таки быть вот звеном который несет философию почему ко мне приходят эту философию транслирую там на выступлениях еще где-то соответственно эту философию я транслирую в отдел маркетинга неважно кто этим самым маркетингом я занимаюсь или целый отдел то есть у меня просто я ну вообще там в целом эти может отдел заниматься и эту философию в отдел производства соответственно моя задача генерить вот эти вот идеи и смотреть на результаты вот и все то есть типа системность бизнеса не подразумевает что ты не должен работать вообще или там не можешь можешь не работать совсем но я думаю что это очень быстро прекратится почему потому что ты по-любому работаешь как собственник но ты занимаешься другими задачами обычно собственники работают либо клиентов там ходит ищет сами либо они занимаются оперативной деятельностью в отделе производства этим не должен занимать собственник потому что его задача развивать компанию и находить новые интересные способы в изменяющемся мире то есть по сути собственник должен изменяющийся мир либо компанию генерить такие идеи чтобы она под изменяющийся мире была конкурентоспособна вот это главная задача и нести философию вот все остальное делают сотрудники нанятые менеджера это оперативная история ну и вот наверно последний вопрос мне остался ты немножко уже затронул сегодня тему что ты вот пытаешься выйти в новую сферу это консультировать другие бизнесы по перестройке их и по созданию системного бизнеса вот как ты это вообще это что это будет отдельная компания или это будет типа супер профи консультант Станислав Орехов или какие-то сколько это стоит какие-то бизнесы кому не подойдет можешь немножко об этом сказать давай начну с того кому не подойдет это не подойдет тем кто хочет работать хаотично подойдет тем кто хочет перестроить свою компанию и построить ее по сути системы что построить системно это навыки собственника я беру собственника и помогаю ему посмотреть на свой бизнес как на механизм но не как это сделано там в огромных там толстых книжках это уже все на самом деле описан да это не я придумал я просто адаптировал эту историю под небольшой такой нишевый какой-то бизнес ну типа как у меня небольшая дизайн студии там не с миллионом не с миллионными оборотами но с хорошими проектами интересными клиентами и темы которые зажигает да ради которой ты хочешь заниматься вот по сути моя задача обучить собственника навыкам я по сути даже не бизнес помогаю построить помогаю передать навыки навыки управления навыки продаж на украине системы упаковки продукта создания продукта общение с клиентами разруливается не сложных ситуация юридические основы пиар то есть я по сути передаю ему набор компетенций через упражнения с помощью этих компетенций он сможет построить даже не только свой бизнес он в целом может перенести это на все на работу с сотрудниками там с родными и близкими даже на личную жизнь как-то может перенести то есть по сути я обучаю компетенциям навыкам вот это самое важное а бизнес это одно из составляющих наши составляющие то есть это просто одна из проекций ну вот так получается то есть мы же не только наша работа мы много больше как личность вот и бизнес это одна из составляющих по сути вот так примерно получается хорошо я понял спасибо ну и напоследок прямо чтобы завершить интервью три коротких вопроса называется блиц нужно очень быстро отвечать и особо не думать и ничего толком не рассказывать первый вопрос на какой машине ездишь на мини-кубере тебе одна машина нет а приходилось ли когда судится с клиентами до если клиенты которых ты боишься видеть лично нет пожалуй хватит ладно ну слушай я вот качестве завершения могу сказать свои впечатления я по-прежнему немножко чуть-чуть остался скептичен к тому чем ты занимаешься но это здоровый скептицизм я у меня появилось ощущение что я не хотел чтобы ты продавал как как-то себя в этом нашем мини интервью но у тебя кажется это получилось я не смог с этим справиться это автоматический навык один из навыков который внедряется то есть когда ты что-то рассказываешь ты же как бы автоматом даешь какие-то примеры чтобы слушатели и зрители увидели в принципе это и на выступление касается всего остального ну как бы да это внедряется один из навыков поэтому ну как бы а смысл смысл тогда отвечать как бы не давая какую-то инфу и не показывая на своих примерах ну иначе это будет абстрактно я могу абстрактно рассуждать о звездах могу свой пример показать а то как уже люди видят этот пример ну по сути им кажется что это ну или там тебе кажется что это продающее ну как бы и да и да я понял ты очень похож был на какой-нибудь такого главу грузинского застолья которому пишу типа я не пью а он все равно как-то незаметно тебе подливает и через два часа ты уже полностью пьяный вообще не понимаешь что происходит окей ты курс будешь запускать чё курс будешь запускать если не понимаешь нет я пока немножко старожусь инфобизнеса я видел ты тоже ведешь какую-то программу ну да но это да давай сделаем что одной ногой в инфобизнесе давай анонс сделаем чтобы люди тоже наши зрители узнали как тебе прийти я стесняюсь я пока не готов это делать единственное что я еще хотел предложить а у станислава есть телеграм-канал я предлагаю я немножко помогаю ему в его видении совсем чуть-чуть я предлагаю подписчикам телеграм-канала задать свой вопрос станиславу для этого будет сделана специальная форма и я предлагаю создать любой вопрос даже если он кажется вам грубым или там возможно личные вопросы надсеет но вот задавайте все что хотите если у вас есть скептицизм недоверие если вы не любите станислава прям пишите в вопросах об этом мы устроим еще одну такую серию я ваши вопросы задам станиславу и посмотрим сможем ли сможет ли он выкрутиться от них но скажем я не буду выкручиваться я расскажу как есть и придет понимание чтобы опроса больше не возникало спасибо станислав у меня все вопросы вот кажется на этом мы закончим пока все всем до встречи